Жители целого микрорайона Новосибирска в начале отопительного сезона, по сути, стали подопытными в эксперименте со снабжением теплом и горячей водой. Как ни удивительно, но авторство этого эксперимента принадлежит компании «Лидер-Н», бенефициаром которой является депутат Гурсовета Алексей Джулай. Именно эта компания построила на Плющихинском жилмассиве то ли магазин, то ли энергообъект. В острой ситуации разбиралась редакция прецедента. Время действия 18 октября 2022 года. Место действия – Плющихинский жилмассив. Сотрудники Новосибирской теплосетевой компании в присутствии судебных приставов восстанавливают законную схему теплоснабжения. Мы с вами находимся на поре номер 184, где происходили действия по обеспечению судебного решения о переключении жилмассива «Дискус плюс» с локальной котельной на централизованной сети «Петспель». Эти действия энергетиков стали возможны после того, как арбитражный суд 13 октября удовлетворил ходатайство Новосибирской теплосетевой компании об обеспечительных мерах. Определением суда компании «Дискус плюс» было запрещено препятствовать перетоку тепловой энергии от ЭЦ-5 к сетям Плющихинского микрорайона. На данный момент препятствий по выполнению судебного решения нет. Задвижки все открыты. Жилмассив «Дискус плюс» сейчас находится на степуляции от ЭЦ-5. Принимая обеспечительные меры, суд исходил из того, что в крупнейшем микрорайоне Новосибирска возникла экстраординарная ситуация в сфере теплоснабжения. По сути, это угроза функционированию всей системы теплоснабжения, которая с каждым днем усугубляется с понижением температуры воздуха. Так совпало, что президент подписал указ о введении военного положения в нескольких регионах, а практически в большей части страны, введен режим так называемой базовой готовности, который предполагает повышенное внимание к объектам критической инфраструктуры, в том числе с точки зрения их бесперебойной стабильной работы. Для того, чтобы понять, из-за чего вообще возникла угроза теплоснабжения микрорайона, надо адресоваться еще в лето 2018 года, когда компания «Лидер-Н» получила разрешение на строительство магазина смешанных товаров с пристроенной трансформаторной подстанцией и газовой котельной. Мы мечтали здесь какой-нибудь скверик, чтобы нам какой-то отдых, чтобы мамочки с детьми здесь отдыхали. Но «Лидер-Н» мечтами тех, кто покупал квартиры в этом микрорайоне, очевидно, не интересуются. Одним из учредителей компании «Лидер-Н» является ООО «Дискус-Плюс», которым, в свою очередь, владеет депутат курсовета Алексей Джулай. Строители уже начали строить. Подхожу к ним. Что здесь строится, кто строит и вообще, что здесь? Строители не говорили, что это строится. Вроде бы магазин, да не знаю, вот такая ерунда весь год. В марте этого года инспекция государственного строительного надзора привлекла компанию «Лидер-Н» к административной ответственности за нарушение требований проектной документации. Но сейчас к бизнесу депутата курсовета у надзорных органов претензий, очевидно, нет. Индульгенцией для компании «Джулай» стало вот это разрешение на строительство с изменениями, которое датировано 9 июня. В нем уже газовая котельная выходит на авансцену, а магазин смешанных товаров прячется в ее тени. Если в разрешении на строительство 2018 года мощность пристроенной газовой котельной была заявлена всего в 0,38 мегаватт, то теперь маски сброшены. Газовая котельная может вырабатывать до 20 мегаватт. Месяц назад «Лидер-Н» получает разрешение на ввод в эксплуатацию газовой котельной на Татьяны Снежиной. При этом еще в начале сентября городской департамент энергетики на запрос прецедента уточнял, что Плющихинский жилмассив должен обеспечиваться тепловыми мощностями ТЭЦ-5. Здесь сомнения обусловлены способностью так называемого магазина котельной обеспечить стабильный теплом жителей такого большого микрорайона. То есть на жителях ставят опыты. И эти опыты могут быть удачными, а могут быть совершенно неудачными. И в этой ситуации НСТК, как единая теплоснабжающая организация, не может стоять в стороне, потому что это будет ее ответственность, если зимой там случатся какие-то проблемы. У компании Алексея Джулая несколько лет подряд шли ожесточенные споры с энергетиками из-за несвоевременных расчетов и накопленных долгов за тепло и горячую воду. Поэтому депутату Гурсовета было просто удобнее построить на жилмассиве подконтрольный энергообъект. Для этого народному избраннику и потребовалась ширма магазина смешанных товаров. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...